Лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и руководство Хамас, я напоминаю, террористической группировки, встретиться на переговорах 15 августа, это через пять дней, чтобы заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которые содержатся в секторе газа, в руках у террористов. Об этом РБК Украина со ссылкой на Reuters сообщает. Руководители трех стран, которые пытались выступить посредниками в заключении соглашения, в совместном заявлении отметили, что переговоры могут состояться либо в Дохе, это Катар, ну, либо в Каире, в Египте. Рамочное соглашение уже на столе, осталось согласовать лишь детали его реализации. Нельзя больше терять времени и оправдываться перед какой-либо стороной за дальнейшие задержки. Пришло время освободить заложников, начать прекращение огня и выполнить это соглашение, отметили лидеры. Это, а также другие темы, обсудим с чрезвычайным и полномоченным послом, советником директора Национального института стратегических исследований Андреем Веселовским, который к нашему эфиру присоединяется. Андрей Иванович, рад приветствовать. Добрый день. Андрей Иванович, мне в формулировке понравилось все-таки, что расставили конкретно акценты. То есть, должно произойти следующее. Освобождение заложников, после этого все остальное. Это так просто совпало или действительно на сегодняшний день Израилю предлагается именно такой вариант. Садиться за стол переговоров с террористами только после того, как террористы освобождают заложников. Ну, это замечательное предложение, и, конечно, не будет выполнено, но это будет возможность. Вы знаете, за последние 10 месяцев, с тех пор, как произошло это ужасное нападение на Израиль 7 октября прошлого года, таких и подобных предложений выдвигались десятки. И они принимались то ли всеми сторонами, то ли частичными сторонами. Потом происходили обсуждения, потом происходили встречи, потом оказывалось, что есть детали. И на этом все завершалось. Потом проходила какая-то неделя-две. Энтони Блинкин, неутомимый абсолютно, опять садился в самолет, опять летал между столицами. И опять договорился обо всем. Потом опять все это выкладывали на бумагу, и опять ничего не происходило. А есть подозрение, что то же самое произойдет и в этот раз. В свое время я больше четырех лет проработал послом Украины в Египте. И имел отношение к ситуации на Ближнем Востоке. Сектор газа, он же ведь граничит, сидит. И, в общем, знаю некоторые детали, особенности, историю и так далее. И поэтому я скорее пессимист, чем оптимист в этом вопросе. Вчера, собственно говоря, в ночь со вчера на сегодня, произошло ужасное, очередное ужасное событие. Ракеты, выпущенные из Израиля, попали в школу на территории сектора газа, школа Тайбин. И по данным Палестинской администрации, газовской администрации, будем называть это так, погибло около 80 человек, в том числе десятки детей. Так это или не так, у нас нет возможности проверить. Есть и видео в различных ракурсах и прочее. И, правда, нет независимых наблюдателей, которые бы подгруздали это. Израильская сторона говорит, что там находилось гнездо террористов, и более 20 из них было убито вместе с их руководителями. То есть, как только появляется просветление какое-то в этой ужасной кровавой истории, которая длится без малого более 100 лет, то сразу же та или другая сторона, или какая-то еще третья, производит действия, которые сводят на нет все достигнутые до этого соглашения. Да, Андрей Иванович, тут, правда, ради следует заметить, что не один раз палестинские, так называемые, из газа источники сообщали о том, что Израиль нанес удар, например, по больнице в центре сектора газа, а в результате оказывалось, что, во-первых, удар был нанесен ракетой, выпущенной самими террористами, а во-вторых, количество жертв было превышено в десятки раз. Поэтому здесь тоже все надо делить, наверное, на 20-30. Именно это я имею в виду, что нет никаких независимых источников, которые могли бы это подтвердить. Ну и потом, вот об этом предложении, об этом конкретном предложении, Каир его поддержал. Поддержали Арабские Эмираты, поддержал Израиль, но не ответил на него КамАЗ. То есть мы должны с максимальным вниманием следить за ситуацией на Ближнем Востоке и конкретно в этом регионе, конкретно в этой части Ближнего Востока, потому что это в национальных интересах Украины знать, что там происходит и ожидать, что там произойдет положительное развитие событий, но мы должны быть достаточно сдержанными в нашем оптимизме. История конфликта настолько глубокая, настолько омрачена взаимными обвинениями, правдивыми и неправдивыми, таким количеством жертв, что рассчитывать на то, что вот такое простое предложение, давайте, мол, отпустим заложников и освободим территорию. Оно представляется несколько наивным. С другой стороны, что очень важно, мы видим, что администрация Соединенных Штатов делает максимально, что она сейчас может для того, чтобы способствовать хотя бы по минимуму успокоению в этом регионе. Я посмотрел перед передачей, перед этим интервью, посмотрел выступление Камалы Харрис на митинге, которое состоялось буквально несколько часов назад. И она жестко и четко сказала, что администрация будет настаивать на перемирии, администрация будет бороться за него. И окружающий стадион, там тысячи людей, буквально заревел от восторга, а она еще раз повторила, я вас слышу, я буду это делать. То есть мы видим, что есть здравый смысл у руководителей и Соединенных Штатов, и Европейского Союза, которые настаивают на решении проблемы, но есть и силы, которые, скажем так, этому противятся. То ли это фейки, то ли это вбросы, то ли это собственные ракеты, которые допускает тот же Хамас, условно говоря, чтобы не допустить нормального развития ситуации. К сожалению, это пока так. Как вы считаете, Андрей Иванович, а стоит ли рассматривать Хамас как исключительно независимую террористическую группировку, или можно уже определенные параллели проводить, скажем, с той же группировкой Хизбалла, ну как группировка, группировка с политическим представительством в ливанском правительстве? На территории совсем небольшой по размерам газа, где живет только 2 миллиона человек, ну может там копейка, и где нету собственной промышленности, кроме там ремонтных мастерских небольших, и 2 электростанции на газе, или на чем они там, а создать собственные вооруженные силы, которые производят почти современный оружие, ракетный оружие, которые обладают знаниями, военными знаниями высокого уровня, они ведь сумели ввести вот этот террористический ужасный лейт на высоком уровне. Это невозможно. Естественно, что это филиал. Естественно, что это, так сказать, домашняя мастерская какого-то крупного хозяина. Какого крупного хозяина мы тоже знаем. Мы знаем, где убили Исмаила Ханиев, руководителя сектора газа. Это было неделю тому назад. Его убили в Тегеране, потому что у него там жилье, у него там, так сказать, рабочее место его. К сожалению, Иран проводит долговременную антиизраильскую подрывную террористическую политику. На это нацелены большие средства, большие силы и, так сказать, большое военное мастерство. Иран поддерживает и ту же Хизбаллу, которую вы упомянули, и мятеж террористов в Газии. Это все и Хамас, и Хизбалла, и ряд других, не будем их называть, групп или групп, часть из них в Ираке, часть из них даже в некоторых других странах, в Сирии. Все это, к сожалению, дело рук иранских кукловодов. Что можно с этим делать? Тем более, зная, что Иран действует таким образом не только на Ближнем Востоке, но фактически он делает то же самое и в Украине. Продавая дроны и техническую документацию по их изготовлению Российской Федерации, которая запускает их против Украины. А сейчас существует сообщение о том, что и баллистические ракеты будет Иран составлять в Российскую Федерацию для войны против Украины. Иран фактически ведет ту же самую войну и против Украины. Все это очень опасно, и все это, к сожалению, только нарастает за последние месяцы. Поэтому задаем себе вопрос, осознало ли европейское сообщество, осознало ли Соединенные Штаты, но не только Соединенные Штаты, а остальные страны мира, осознали ли они опасность, которую представляет конкретный сектор газа, как увеличительное стекло над террористической деятельностью группы государств, в которые входят Российская Федерация, Иран, Северная Корея, кстати, тоже. И с этой точки зрения ожидать примирения в газе и решения вопроса в газе, это гораздо более серьезный вопрос. Это маленькая часть большущего пазла. Андрей Иванович, спасибо большое. Спасибо за профессиональную оценку ситуации. Спасибо за то, что поделились своим видением и той информацией, которая у вас есть. Андрей Веселовский, чрезвычайно полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований, присоединялся к нашему эфиру. Благодарю. Продолжение следует...